Добрый вечер, меня зовут Маша и сегодня я вам буду рассказывать о еде, которую мы все боимся. Сейчас мы живем в то время, когда пища стала в достатке и перед нами не стоят вопросы, где и как добыть себе пропитание. Перед нами стоит сейчас новый вопрос, что выбрать из предложенного разнообразия продуктов. Какие из них будут приносить нам максимальную пользу, а какие не будут не нести никакого вреда. Сейчас на сегодняшний день существует множество рекомендаций по питанию. Есть как официальные рекомендации, например, информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения, так и множество рекомендаций, подходов и диет по питанию, составленные как врачами-диетологами, так и просто людьми, которые интересуются темой здорового питания. Но есть продукты или вещества, у которых возникла дурная слава. О них ведется множество споров, как в медицинских кругах, так и на бытовом уровне. Зачастую страхи по поводу этих веществ или продуктов оказываются сильно преувеличенными и они становятся такими своеобразными демонами или монстрами. В конце 90-х, начале нулевых, таким вот монстром был холестерин. Я думаю, некоторые из вас помнят, насколько сильно спорили о холестерине, что были на прилавках товары с пометкой без холестерина или с низким содержанием холестерина. Даже доходило до того, что на бутылках с подсолнечным маслом писали без холестерина, хотя в подсолнечном масле его быть не может, так как холестерин это продукт животного происхождения. Потом про холестерин все забыли, и на его смену пришли геномодифицированные растения и пищевые добавки. Ну, как вы, думаю, знаете, о ГМО споры ведутся до сих пор, хотя научно подтвержденного вредного влияния на организм на данный момент нет. Но на многих продуктах мы видим маркировку без ГМО, так как считается, что ГМО это очень вредно, и мы все мутируем в глазах широкой общественности. Но сегодня мы говорим не о холестерине, ГМО или пищевых добавках. Последние несколько лет на прилавках вместе с диабетическими товарами появилась новая группа товаров с маркировкой «безглютена». Безглютеновый хлеб, безглютеновые печенья, безглютеновые макароны, безглютеновые чипсы и наггетсы, безглютеновое пиво и даже безглютеновый корм для собак и кошек. За последний год в ресторанах США было заказано около 200 миллионов безглютеновых блюд. Да, вот картофель фри – это прекрасное безглютеновое блюдо. По данным исследований NDP Group, 30% американцев стараются придерживаться безглютеновой диеты. Но часто так бывает, что люди даже не знают, чего они так боятся. Давайте попробуем разобраться, где же находится глютен и почему его считают настолько вредным. Глютен – это запасающий белок ряда зерновых культур, таких как пшеница, рожь, ячмень и гибрид ржи и пшеницы под названием тритикали. Содержание этого белка в разных видах и сортах разное от 7 до 15%. В зерне глютен содержится в такой вот структуре, которая называется мучнистое ядро. Мучнистое ядро покрывает зародыш и обеспечивает его всеми питательными веществами, в первую очередь углеводами. Мучнистое ядро покрывает алироновый слой, вот он сверху, а всю эту структуру покрывает семенные и плодовые оболочки. Вот эти оболочки известны многим под названием отруби. Именно мучнистое ядро после помола и превращается в муку, которую мы все знаем, из которой делаются хлебобулочные и макароны изделия. Давайте посмотрим, что же делает глютен таким уникальным. Глютен состоит из двух групп белков. Это глиодин и глютенин. При добавлении жидкости в муку происходит склеивание вот этих вот белков и образуется глютен или его другое название клейковина. Именно клейковина позволяет тесту раскатываться в тонкий пласт, и мы можем формировать любую форму хлеба или изделий, которую мы захотим. Белки глютенов богаты такой аминокислотой, как цистеин. В состав цистеина входит атом серы, и между атомами серы образуются вот такие десульфидные связи. Вот можно посмотреть. Чем больше этих связей, тем тоньше мы можем раскатать тесто. Именно десульфидные связи и ответственны за образование вот этого глютенового каркаса. Помимо вязких эластичных свойств теста, глютеновый каркас выполняет еще другую роль. Когда тесто бродит, дрожжи расщепляют крахмал, который содержится в муке, и выделяют углекислый газ. И глютеновый каркас не дает углекислому газу выходить наружу. И чем больше мы можем вот этих пузырьков углекислого газа схватить, тем пышнее будет выпекаемое наше изделие. Думаю, многие видели, как подходит тесто, оно может несколько раз подходить. Немного разобравшись, что такое глютен и где он содержится, давайте посмотрим, почему его считают вредным, почему у него такая дурная слава. Я думаю, многие люди, когда читают состав продукта, видят такую фразу, может содержать следы глютена, сои, яиц, лактозы или арахиса. Дело в том, что по своду по пищевому кодексу эти продукты должны быть вынесены в отдельную группу и должны печататься на составе, так как у многих людей на эти продукты либо есть аллергия, либо есть непереносимость. Непереносимость глютена называется целиакия. Это генетическое аутоиммунное заболевание, которое встречается примерно у 1% населения Земли. Дело в том, что у таких людей глютен не расщепляется в организме, и глютеновые остатки повреждают стенки тонкой кишечника. Вот нормальные ворсинки тонкого кишечника, вот кишечник у людей больной целиакией. Из-за такого повреждения нарушается всасываемость многих питательных веществ. На фоне целиакии у людей развивается ряд заболеваний, таких как анемия, остеопороз, ремотоидный артрит и ряд желудочно-кишечных заболеваний. Это заболевание генетическое, оно передается по наследству. Если вы будете есть безглютеновую, точнее наоборот, глютен, содержащую пищу, то у вас этого заболевания не появится. Но все-таки почему же более 30% придерживаются безглютеновой диеты, хотя заболевания встречаются около 1%? Дело в том, что в 2011 году группа ученых под предводителем Уильяма Гибсона, вот этого дядечки, в университете Монаша, Мельбурн, Австралия, провели исследование на 37 пациентов, у которых был диагностированный синдром раздраженного кишечника. Им посоветовали 2 недели посидеть на безглютеновой диете, и у людей улучшилось состояние. После таких исследований Питер Гибсон опубликовал свои данные в журнале Американской ассоциации гастроэнтерологов и назвал такое состояние нецелиакическое, непереносимость глютена. То есть у людей нет генетической предрасположенности к целиакии, но у них есть непереносимость глютена. В 2013 году это же исследование, эта же группа ученых под предводительством Питера Гибсона была опровергнута и посчиталась неполным и некорректным, так как оказалось, что у этих людей не непереносимость глютена, а непереносимость некоторых углеводов, которые содержатся как в хлебе, так и в других продуктах, например, в яблоках, манго, луке. Но, как говорится, джин из бутылки был выпущен, и безглютеновая диета стала очень популярной. Сейчас процент продаж безглютеновой пищи составляет около 15 миллиардов долларов в год. Например, в 2013 году такая сумма составляла всего лишь 4 миллиарда долларов в год. Многие люди считают, что безглютеновая пища более полезна. Давайте попробуем разобраться, действительно ли это так. Сравним обычный хлеб с глютеном и безглютеновый хлеб. В безглютеновом хлебе на 13% больше калорий, на 33% больше соли, жиров на 205% больше и сахар на 53% больше. А также он в 3 раза дороже, этот безглютеновый хлеб. То же самое касается и других продуктов питания. Поэтому обычное печенье будет даже немного здоровее, чем безглютеновое печенье. Ведь я не думаю, что повышенное содержание жира и сахара делает такую пищу здоровой. Но глютену не повезло, так сказать. Он содержится в продуктах, которые считаются вредными. Это хлебобулочные изделия и макаронные изделия. Почему они считаются вредными в глазах общественности? Потому что это высокоуглеводная, высококалорийная пища. И злоупотребление такой пищи может привести к проблемам с лишним весом. А проблемы с лишним весом, как известно, это ряд других заболеваний может вызывать. Поэтому если вы слышите о какой-то модной диете, о каком-то модном направлении в питании, думайте и задумайтесь над своим здоровьем. Ведь каждая диета индивидуальна. И поэтому то, что модно, не означает, что правильно. Любите себя, любите свою еду. И спасибо за внимание. Почему рецептура безглютенного хлеба такова, что там в 3 раза больше, не ошибаюсь, жиров и в 4 раза больше сахара? Потому что вместо обычной муки используют кукурузную, либо рисовую муку, которую клейковины не содержат. Они ее не образуют. И чтобы создать форму, надо больше маргарина, грубо говоря, туда запихнуть, чтобы… То есть еще хуже. Можно вопрос, да? Скажите, пожалуйста, используют рисовую муку или какую-то другую, или кукурузную, а пшеничную не используют? Нет, не используют, потому что на данный момент глютен не могут извлечь из обычной пшеничной муки. А мне вот тоже интересно, раз уж безглютеновый хлеб содержит в 2 раза больше жиров, да, или в 3, и на 50% больше углеводов, а калорийность, вот вы сказали, всего на 13% больше. Как так происходит? Дело в том, что калорийность, это помимо жиров и углеводов, которые несут калории, есть еще белки, которые тоже обладают определенной калорийностью, поэтому безглютеновый хлеб, он как бы, как правило, не содержит вообще никакого белка, в отличие от обычного хлеба. Спасибо за доклад, действительно круто. Спасибо. Интересно. Хотелось сказать спасибо, но задам вопрос. Мне очень понравились последние ваши слова. Любите себя. Как любить? Как любить? Смотрите, мы часто слышим о здоровом питании, о том, как это важно, но дело в том, что польза от здорового питания будет только тогда, когда мы питаемся всю жизнь, а не когда мы 30 дней решили не есть сахар, а потом снова будем есть десерты. То есть правильный подход к питанию – это полностью изменение образа жизни. И если вы любите себя, то вы захотите более здоровую еду в себя вкладывать, но, опять же, это ваш выбор, как вы считаете. То есть никто вам не должен говорить, как вы должны питаться. То есть это исключительно выбор каждого человека. А в каких-то продуктах помимо хлеба и макаронов содержится еще глютен? Да, он содержится во многих продуктах питания. Из-за его вот этих свойств образовывает клейковину. Его добавляют в колбасы, в сосиски, в мороженое, в йогурты. Ну, именно за то, что он может давать вязкую структуру. Также есть такое понятие, как скрытый глютен. Например, гречка или горох может содержать следы глютена, так как промышленные пищевые предприятия – это, к сожалению, не стерильные предприятия. И есть возможность как бы контаминации, загрязнения обычной мукой. Поэтому часто пишут на обычном шлифованном горохе, что может содержать следы глютена. А вот производители еще иногда любят хитрить. И, допустим, есть какие-либо другие названия глютену? Дело в том, что вроде бы, как он называется, модифицированный крахмал, что не совсем вообще, что попало. Потому что это не крахмал, это вообще белок. А крахмал – это как бы углеводы. Ну, иногда вот так пишут, там, гидролизированный белок, да, или гидролизированный крахмал, да, это глютен. То есть вот так вот. Если я правильно понял, то причина всего такого этого маркетингового бума и этой глютеновой психоза в том, что есть заболевание целиакия, если я правильно запомнил. Да, да. Какие у него симптомы и как оно диагностируется? Смотрите, целиакия, она обычно диагностируется в возрасте до 2 лет у ребёнка, так как большинство детского питания содержит в себе глютен. Основными симптомами целиакии являются проблемы с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. То есть это либо диарея, повышенное газообразование, постоянные желудочные и кишечные боли. То есть я думаю, человек поймёт, когда у него какие-то проблемы со здоровьем, и обратится. А диагностируется целиакия по анализу крови. Но вам для этого надо съесть булочку или кусочек хлеба, потому что если вы пойдёте, сдадите кровь, вам ничего не обнаружат. Я правильно понимаю, что она не диагностируется, сама непереносимость, диагностируется развившееся заболевание от неё? Да, да, да. То есть непереносимость, грубо говоря, её получается, человек сдаёт кровь после того, как он поел булочку, хлеб, и смотрят содержание глиодиновых антител, потому что именно глиодину у людей непереносимость. И вот только так можно диагностировать. Либо провести генетический скрининг, и вам покажут, что у вас в шестой хромостоме есть тот участок, который ответственный за целиакию. Именно на глютенах где-то сейчас ты можешь посоветовать, где можно провести скрининг генетический? Именно генетический? Насчёт этого не знаю и не могу сказать, но ряд харьковских лабораторий может провести биохимический анализ. То есть в принципе это делается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!